Компания должна работать по другим принципам. По сути, мы должны заменить грибную галеру на дизельное судно, на дизельный мотор. То есть мы меняем весла на двигатель. Это требует от участников других компетенций, других действий, готовности вообще к жизни по другим правилам. То есть дело даже не в том, что он должен научиться чему-то, он должен научиться в первую очередь соблюдать другие правила. Например, четко работать в своей зоне, работать в рамках компетенции, давать обратную связь. То есть он должен научиться субординации, ряду других действий. Это, к сожалению, так немножко шире темы семинара, вот эта управленческая вещь такая, то, что вы спрашивали. При этом то, что он становится акционером, да, или членом компании, вот владельцем, меняет мотивацию. Но не факт, что это изменит его отношение к методикам. Понимаете? Потому что если вопрос только в мотивации человека, как вы считаете, может играть по правилам, то это может помочь. Но! Если человек к этому не способен и не хочет, то приняв его в члены компании, вы получите просто больше геморрой, потому что теперь вы с ним, простите, не разлей вода, да, теперь, как говорится, в Анецке по морде через адвоката придется давать, да. И это большая проблема. То есть вам придется делить активы. И поэтому я советую, что если вы предполагаете теоретически, как вы при этом понимаете, то, что человек вам обещает, не имеет никакого принципиального значения, да. Понятно, что желаю вступить в члены компании, он может вам пообещать все, что угодно, да. И, собственно, это ни на что не повлияет. Поэтому если уж мы в глубине души предполагаем, что, возможно, этот человек сможет играть по правилам быть системными, а для этого еще нам надо бы неплохо этому научиться, да, то тогда я бы уж, простите, если мы допускаем такую вероятность, то я бы предложил, например, заключить соглашение или какую-то устную договоренность, сказать, что мы по новым правилам, например, играем два года или год, если компания выходит искренне, ну, выходит на новый уровень, то они получают свой пакет, например, какой-то акции. Ну, как идея. И за этот год-два вы посмотрите, с этим человеком вообще стоит играть в любом качестве? Ответ «да», ответ «нет». Потому что если, ну, и пожалуйста, да, то есть год-два, если он собирается стать акционером, да, то, пожалуйста, он тогда может, ну, он может на это не согласиться, он может сказать, что это долго, это его право, но для вас это, по крайней мере, зона безопасности. То есть вы в течение года проверяете, с ним вообще стоит играть или не стоит. А уж потом тогда, если стоит играть, окей, принимайте его члены, там, насколько далее это уже, собственно, отдельная песня. Я бы действовал таким образом. При этом мы понимаем, что человек может с этим не согласиться. И тогда, видимо, нам придется его отпустить. Да, потому что иначе мы, простите, играем в темную, покупаем кота в мешке. Наверное, так тогда. То есть гарантии никакой. Статус один вопрос, мотивационный. Второй вопрос, готовность вообще играть по новым правилам. У меня первый вопрос, это о чем мы хотим. Мы не хотим, чтобы он шел конкурент, можно занять его консультантом, в той же компании, в той же компании, в той же компании, в той же компании. Может быть, но мы говорили о том, что, как правило, люди могут уйти. И первое, что приходит людям уходящим, на которых все держалось, это создать такой же бизнес. И этому мы помешать не можем, да и мешать этому не стоит. Но пусть он создает вчерашний бизнес. Понимаете? Пусть он строит грибную галеру. А мы теперь построим дизельный теплоход. Окей, пусть он копирует галеру. Он дизельного теплохода не построит. Понятно, что это создает определенные проблемы. С другой стороны, не он так другой. Все равно конкуренция. Либо на рынке есть место конкурентам, либо нет. И если компания, в чем и проблема персонала, зависима, то она часто бывает персоналом шантажируема. Человек уходит с клиентской базой, там, прочее. В каких случаях это бывает? Кстати, раз уж мы говорим на эту тему. Когда клиенты являются клиентами менеджера. А вот это большая опасность. Да? Когда вот менеджер ведет клиента, и клиент его. А как иначе-то не всегда их. Нет, как иначе. Расскажу. Итак, компания хочет перейти. Тема актуальна для всех? Да. В той или иной степени, да? Тогда затронем ее. Именно на первом этапе они всегда их. Потому что в компании отсутствуют определенные модели управления. А вот теперь мы давайте порассуждаем, как на новом этапе регулярного менеджмента, на новом этапе формализации, должно быть, чтобы клиенты не были их. Да? Теперь я вам буду рассказывать, что должно быть. И пока, извините, абстрагируюсь от идеи, как это сделать. Да? Потому что как раз, ну это уже на уровне другого вопроса немножко. Итак, в компании должна быть единая база данных. Для этого не обязательно покупать дикие дорогостоящие программы. Базу данных вы сможете создать в каких-то стандартных программах в том же Аксессе. Как минимум, база данных может работать в Microsoft Outlook в формате «Контакт». Там, простите, 3-5 тысяч единиц держится, мама не горюй, да? В конце концов, простите уж, пожалуйста, создайте ее в Excel, да? Ну, то есть я к тому, что не обязательно закупать дорогую CRM-систему и решать, что раз у нас нет 200 тысяч долларов на покупку программного обеспечения, то нехай у них она будет, простите, в штанах находиться эта база данных, по карманам рассована или по столам, да? То есть не ищите сложности, почему этого не надо сделать. Итак, первое, в компании создается общая база данных. Простите вопрос, а что делать, если они не отдают координаты, давайте исключим из этого семинара. Это не вопрос стратегии, это вопрос умения настоять на своем, да? Это, простите, другое умение. Итак, первое, создается база данных. Таким образом, вы, как менеджер по продаже, перестаете быть носителем сакрального знания. База данных периодически должна пополняться. Создавая базу данных, мы должны подумать, какие колонки там надо иметь, что мы хотим знать о них, да? Какие данные человек обязан туда заносить по возвращении с переговоров. Значит, база данных должна пополняться, верифицироваться, обновляться, структурироваться и так далее. Значит, у нас появляется база данных, что уже снижает зависимость от менеджера. То есть, эта информация теперь не ваша, а наша. И я ее могу теперь изучить. Следующий момент. Клиент никогда не принадлежит менеджеру. Менеджер работает с клиентом, пока я, как руководитель, считаю это выгодным. То, что вы его завоевали, возьмите на полке большой спелый банан. А именно премию за скальп. Вы завоевали клиента? Вы будете с ним работать или нет, это буду я решать. Если я считаю, что вы его потянете, будете работать. Но если я вижу, что оборот по этому клиенту неадекватен его размером, то я, возможно, вам поставлю сначала какие-то задачи, как этот оборот увеличить. Мы вместе с вами подумаем. Может быть, предложить ему шпильки от шпунделя, может быть, еще что-нибудь. То есть, мы будем с вами думать вместе, как расширить оборот. Но если у вас ничего не получается, я вижу, что у нас, не знаю, чей из Манхэттенбанк покупает только скрепки. Из канцтоваров. То, простите, пожалуйста, я вас оттуда заберу. Возможно, если я очень благородный и этичный человек, то вы будете получать в следующий год 5% прибыли по этому клиенту. А может быть, и не будете. Это уж, простите, сколько стоит ваша совесть. Извините, открытым текстом. Финансовый вопрос вне разрядов этического. Мне очень часто приходится участникам бизнеса задавать вопрос, сколько стоит ваша этика. Ну, надо же как-то компенсировать. Да, пожалуйста. Компенсировать. Сколько? 5%, 10%. Вот тут начинает чесать. Ну, не надо, да? Не надо бояться стоимости. Да сколько стоит ваша этика? Человеку надо компенсировать. Прекрасно. Он завоевал клиента. Ему можно дать разовую премию и снять с этого клиента. Ввести в компанию соответствующий практик. Он его ведет? Плохо ведет. Да? Но ведет. Замечательно. Мы его снимаем. Клиент продолжает покупать скрепки. Закупленный этим клиентом скрепки, я продолжаю год получать 5% прибыли. Пожалуйста. Это справедливо. Скрепки я вам продал. Вам. Да. Вы продолжаете покупать скрепки. Окей. Годик я сохраняю с этого какой-то бонус. Есть решение? Есть решение. А кроме того, клиентом периодически выезжает руководитель продаж. Или директор компании. Естественно, не ко всем клиентам, а клиентам, относящимся к категории А, Б. То есть, те, кто дает 85%, да? Есть им. Потом дойдем, может быть, до такой сортировки. То есть, выезжает ключевой клиент. На предмет чего? Первая задача. Спросить, как там мой, довольны ли. Не надо ли, простите, вздрючить. Может, что не так. Может, плохо облизывает. Может, плохо работает. Что таким образом я делаю? Во-первых, менеджер не шалит, потому что понимает, что босс периодически с клиентом. Кофеяр с коньячками попивает, что-то разговаривает. Да, значит, я уже немножко так пятки вместе носки в рост животик втягиваю, потому как, собственно...